Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я специалист по недвижимости в городе Рязани. В очередном обзоре, посвященном недвижимости в нашем городе, покажу вам стадию строительства жилого комплекса Центральный, который строит застройщик капитал-строитель жилья. Начинаем нашу экскурсию по жилому комплексу Центральный. Во-первых, по месту расположения, кто не знал, точный ориентир для того, где же строится жилой комплекс Центральный, это торговый центр Премьер, вот у нас перед глазами находится прям тут Ашан, в принципе, все рязанцы знают. Ну или кто, если не знаете, забивайте в интернете, прям рядом за ним как раз строительство жилого комплекса Центральный. Сам жилой комплекс состоит из четырех домов на данный момент. Первый дом Альфа, который сейчас перед вами, во дворе которого я сейчас нахожусь, сдан, заселен, ну сейчас делается ремонт, ну то есть это уже вторичка, то есть это сданный дом жилого комплекса Центральный. Несколько вариантов квартир тут еще есть в продаже. Две трешки и одна двухкомнатная квартира, их называют Евро-4, Евро-3, знаете, наверное, такое понятие, смарт-планировка, это квартира с большой кухней-гостиной, как раз вот застройщик капитал, строитель жилья, он такой, можно сказать, родоначальник вообще вот этого понятия смарт-планировка в городе Рязани. То есть это первый застройщик квартиры, которые практически на 100% в своих жилых комплексах используют именно смарт-планировки квартиры с большими кухнями-гостинами. Сейчас показываю вам двор, ну сейчас тут теневая зона, но я думаю, что все-таки вам понятно. То есть закрытая территория, есть место, где озеленение произошло, то есть травка, кустики. Также есть спортивные площадки, то есть вот место для играния там в футбол, баскетбол, пожалуйста. Сейчас в данный момент спортивные снаряды, там подойдем сейчас детскую площадку, вам покажу, где расположены детские площадки или вот спортплощадки, прорезиненное покрытие, то есть то, что тоже очень хорошо, то есть хватит на долгое время. Ну и в том же, в том числе используются, видите, вот плиточки, выложены дорожки. Все достаточно добротно и интересно. Существуют такие вот качели с навесом, то есть когда погода жаркая, можно здесь спрятаться и спокойно посидеть, покачаться. Сейчас показываю вам детскую площадку. Ну самое интересное в свое время, когда сам этот дом строился, каждый застройщик на своей детской площадке там старается сделать какую-то необычную, я так понимаю, ну лазилку для детей. Вот было интересно в свое время увидеть, что здесь вот такой вот самолет. Такого самолета в Рязани больше нигде нет. Вот застройщик Капитал вот так вот выделился вот таким вот строением, такой вот лазилкой для детей, которая каждому запомнится. Так, про первый дом рассказал, сдан, несколько вариантов квартир есть. И сейчас пойдемте смотреть со мной остальные дома жилого комплекса Центральный. Сейчас вам еще покажу. Вот такой вот красавец. Смарт-планировки индивидуальные по квартирное отопление, то есть котлы в каждой квартире. В данный момент я обошел вот Альфу с обратной стороны, то есть сейчас с торцевой стороны, не со двора. То есть тут такой проезд, там место для парковки. Это второй дом жилого комплекса Центральный, называется он Омега. В принципе, тоже стадия строительства достаточно хорошая. Варианты квартир в продаже здесь есть, но остались одни трехкомнатные квартиры. Евро-4, как их называют, с большими кухнями в гостинами. Срок сдачи пока не объявлен. В принципе, дом уже в степени готовности у него отличная. Вот эта территория, которая между первым и вторым домом предусмотрена под строительство детского сада. Это все, конечно, у нас зависит от властей, когда они будут строить тут детский сад. Но я все-таки думаю, что это не в какое-то ближайшее будущее, потому что строить детский сад под один дом, это как бы, ну, наверное, я думаю, неразумно со стороны власти. Должно народу заселиться побольше. Если, конечно же, тут предусмотрено посещение детей с ближайших домов, потому что если вот посмотрим, сейчас вам приближу, вот кусочек-то, видите, с левой стороны, это жилой комплекс Лето, заселенный уже дом, три очереди жилого комплекса, тот же, а застройщик, капитал, строительство, жилье. В принципе, в шаговой доступности возможно детишка водить сюда. Но это вот как мое видение, а так вот как будет на самом деле, не знаю. Но то, что детский сад будет здесь, это точно. А там со сроками посмотрим. Так, первый дом увидели. Второй дом также индивидуальный по квартирное отопление, также смарт-планировки. Единственное, что он по подъездам покороче. Он немножко тут меньше подъезда, чем в первом доме. И идем дальше по улице, смотрим третий дом жилого комплекса центральный. Двигаемся с вами по дороге. Вот у нас Альфа. Вот Омега в торце. И перед вами жилой комплекс центральный дом Дельта. Между этими домами большая автостоянка, парковка. Сейчас вам покажу. Омега с тыльной стороны, пожалуйста. Тут видно, что, видите, вот такие вот ограждения. Это террасы у тех, у кого квартира на первом этаже. Есть возможность пользоваться вот такой вот террасой. Сейчас вам приближу еще. И выходить на террасу из своей собственной квартиры. Видите, вот здесь вот со стороны лоджии есть такая дверца. И сюда вот можно выходить. Для тех, кому это нужно. Тоже вариант. Вкусы у всех разные. Кому-то не надо, а кому-то это необходимо. Вот он дом. Еще раз показываю. Омега, который построен. Квартир, которых осталось немножко. Территория парковки. Вот перед вашими глазами. Это премьер с тыльной стороны. Подойдем с вами к Дельте. Ну, соответственно, так как это следующая очередь строительства, вариантов квартир здесь побольше. Тут есть из чего повыбирать. И однушки, и двушки, и трешки. Тут у нас, получается, четыре подъезда. Такая вот детская площадка. И с той стороны, опять же, парковочное место. Сейчас туда подойдем со мной, посмотрим. Я там еще не был. Погляжу и вам покажу. О, это детская площадка. Про детскую площадку немножко отдельно. Ну, я, во-первых, снимаю то, что мне самому интересно. Такие вот деревянные качели. Вот с каждым домом что-то вносится новенькое. И с другой стороны, хорошо. То есть, с детишками там погуляли. Свои развлекаловки, детские лазилки. Тут свои. Вот. У меня у самого маленькие дети. Я думаю, моим было бы интересно полазить по таким вот горкам. Какая-то. Ну, таких вот, такой площадки я не видел. Это что-то новенькое. В Рязани вот такой вот горочки еще не наблюдалось. По роду деятельности работы в сфере недвижимости в основном по новостройкам. То есть, объезжаю жилые комплексы с клиентами, когда мы смотрим. Или делаю видеообзоры, чтобы вам было понятно, что у нас происходит. И как дома строятся. И вот отслеживаю все время, замечаю какие-то новые вещи. Интересно. Так. Красота. Идем дальше. Так, зашел я. Прошел до конца дома. Отсюда такое солнышко. Вид классный. Опять же, это второй дом. Омега. Вот такой красавец. Это у нас получается дельта. Так, и сейчас с вами пройдемся, посмотрим. У нас остался еще капа. И тут строится рядышком многоуровневый паркинг. Парковка тут, кстати, достаточно такая вот серьезная. И тут машина ставится. И там, в принципе, конечно, при сейчас наличии машин в семьях, там, по одной, по две, там, у кого-то там, может быть, и больше. Мне кажется, чтобы целиком, полностью удовлетворить все желания по парковке, это, наверное, надо рядом с каждым домом асфальтировать отдельные поля. Такого, к сожалению, такой возможности нет. Так, пока двигаемся к дому капа. Показываю вам, как обстоят дела со сбором мусора. Ну, такие вот, да, мусоросборники. Ну, достаточно все цивилизованно. Двигаемся к капе. Мы с вами вот такой путь от первого дома. Третий дом, сейчас двор вам показывал. Это у нас капа. Капа будет стоять из пяти подъездов. Здесь уже есть квартиры-студии небольшие, если нужно. Ну, предложений тут, конечно, к продаже больше. Так, опять перед вами четыре дома. Немножко с другого ракурса, вот, со стороны солнышка, все их как раз хорошо видно. И теперь для ориентира в той стороне торговый центр Барс. Сейчас, вот тут дорожка туда пошли, дорога к центральному. Сейчас пойдем посмотрим с вами, что из себя представляет паркинг. Так, ну, смотрите, вот я прошел. Вот он дом капа. А здесь строительство идет паркинга в несколько этажей. Так что у кого, если есть денежки, есть возможность купить квартиру. А рядом еще и будет свое машино-место в паркинге. Просто замечательно. Так что так показал вам жилой комплекс. Центральный, я думаю, экскурсия была полная и понятная. Так, надеюсь, мой видеообзор был полезен для тех, кто подыскивает себе квартиру. Для покупки в Рязани, также для тех, кто купил здесь недвижимость и смотрится, как строятся его дома. Для понимания цены на недвижимость в этом жилом комплексе оставлю ссылку в описании, также в комментарии под видео. Также для удобства можете смотреть мои видеоролики на разных платформах. Вот, Рутюб ссылочка, Телеграм и группа ВКонтакте. Нужна какая-то более подробная информация? Если хотите прийти посмотреть квартиры своими глазами, обращайтесь. Ролик заканчивается, вам доброго, до свидания.